Ленинское отделение Всероссийского общества слепых было создано в 1991 году. В настоящее время организация объединяет около 100 человек разных возрастов. Одна человек теряет зрение, у него другие, как говорится, просыпаются функции. И слепой человек, он творческий получается сразу. Сколько у меня групп оргов, они все люди творческие. Самая взрослая участница общества – Валентина Захарова. В свои 96 она энергична и жизнерадостна. Пришел ко мне мой правнук, уже правнук. Я у него спрашиваю, сынуль, сколько мне лет? А он мне и говорит, бабушка, я знаю. Я говорю, сколько? 96. Я говорю, ну я буду жить до 104. А он сидел и говорит, нет. Ты будешь горжись, что нам нужно до 124. Организация большого количества мероприятий – один из способов заинтересовать и поднять настроение своим подопечным. Супруги Виктора и Галина Карповы в обществе около трех лет. Стараются посещать все праздники, которые проводит организация. Во всех мероприятиях, когда приглашают. Приглашают, говорят, да. Да, и вот это во дворец спорта ходили. И уисклили. Да, фестиваль здоровья был там. Все общества там были. Ездили, по-моему, в Мятище. Там был областной съезд. Мы там участвовали, в этом съезде. Было очень интересно. Хороший концерт нам показали. Какие-то сувениры нам подарили. Международный день Белой Трости – это дата, как дань уважения, помощи и милосердия. И повод напомнить окружающим о проблемах, с которыми сталкиваются слабовидящие люди в повседневной жизни. На праздничное мероприятие, которое прошло в Центральной библиотеке города Видное, были приглашены почетные гости. Мы умеем и живем, собственно, используя максимально все данные нам небесами ресурсы. Живем мы в разных условиях. Их и ресурсы у нас разные на то, чтобы удовлетворить свои потребности, потребности наших близких. Но самое главное, что мы умеем держаться, верить в завтрашний день. И знаем, абсолютно точно знаем, что он придет вот такой, как сегодня, красивый и солнечный. Третий раз мы собираемся в этом замечательном месте для того, чтобы, хоть вы говорите, что это не праздник. Для меня это все-таки праздник. День, когда мы можем вспомнить о таких замечательных людях, у которых есть проблемы со зрением, но они все равно являются членами нашего общества. Как и на любом празднике, не обошлось без подарков. На встрече также выступили местные артисты и поэты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.